Привет всем любителям вкусных историй. Сегодня у меня обзор сравнения сметаны в мягких пачках. Я взял 10% если она будет вкусная значит и более жирная будет тоже вкусная. Я прошелся по нескольким магазинам и собрал 7 брендов разной сметаны. Сметану я уже разложил по возрастанию цены слева направо. Ну что ж начинаем с жилка. Здесь 500 грамм. Стоит он 1179 и за килограмм получается 20 релей 58 бань. Это самое дешевое из всех что есть здесь. И на пачке у них написано что это пищевой продукт изготовленный из молока и растительных жиров по технологии производства сметаны. Написано 10% жирность из которых растительные жиры 9,8%. Здесь коровье молоко потом вот эти самые жиры растительные пальмовое масло подсолнечное масло соевое масло стабилизаторы всякие даже желатин есть и уже дальше идут стартовые культуры для образования сметаны. Вот такой вот состав сметана ЖЛК. Открываем, смотрим, пробуем. Она жиденькая сразу растеклась по тарелке и пробуем на вкус. Очень сильно кислит, сливочного вкуса практически нет. Такая очень-очень слабенькая сметана. Мне такая не нравится. Следующая сметана Лактис. Производство Молдова, город Рыжкань. Здесь тоже жирность 10%, 500 грамм. Лактис стоит 13,90. За килограмм получается 27,80. Ингредиенты. Сливки и лактокультуры для образования сметаны. Все, здесь по составу все отлично. Открываем, пробуем. Она немножко гуще, чем сметана ЖЛК, но также постепенно растекается по тарелке. Пробуем. Также кислая, примерно такая же по кислоте, как ЖЛК. Я сразу говорю, я не люблю кислую сметану. Мне она тоже не очень пока нравится. Но здесь уже чувствуется натуральная кислота. Она более такая глубокая, молочная. И, опять же, немножко сливочности сметанной. В остальном, примерно то же самое, что и ЖЛК. Следующая сметана у меня САНА. Производят ее в Камрате. Здесь также 10% жирности и 500 грамм по весу. По составу. Сливки нормализованные и пастеризованные. И закваска бактериальная. Вот и все. САНА стоит 14 лей за эту пачку. Килограмм получается 28 лей. Открываем, пробуем. САНА я очень давно не видел на полках. А тут попался мне в Линелле. Но не во всех Линеллах есть. В общем, раньше вроде была неплохая сметана. Вот. САНА вот эта еще гуще, чем вот эти две. Чем ЖЛК и Лактис. И, ну, естественно, на тарелке она постепенно растекается. Пробуем. САНА менее кислый, чем вот эти два претендента. Но также имеет кислинку. Мне пока еще такое не нравится. То есть я люблю, когда вообще без кислинки сметана. В остальном уже появился более яркий сливочный вкус. Уже вот эту сметану можно использовать. Она вкусная достаточно, но с кислинкой. Дальше идет у нас Милк Марк. Также 10% жирность. Здесь тоже 500 грамм. И стоит она 14,20 эта пачка. И, соответственно, 28,40 стоит килограмм. Открываем, пробуем. Сметана жидкая, такая же, как и ЖЛК и Лактис. По составу Милк Марк здесь у нас сливки и культуры для создания сметаны. То есть закваска. Пробуем. Удивительно, так идет прогрессия. Здесь уже не так кисло, больше сливочности. То есть кислинка есть, но она совсем маленькая. Но вкус сливочности, вкус такой сметанный, приятный, преобладает. То есть это пока из всех вот этих вариантов. Мне пока больше всего нравится. Дальше идет у нас Косуца Мя. Здесь также 500 грамм. 10%. Стоит она 14,55. И за килограмм 29 лей 10 бань, соответственно. По составу здесь сливки и закваска. Вот и весь состав. Открываем, пробуем. Вот, она совсем жидкая, я вижу. Она даже горочкой не собралась, когда я ее наливал. Пробуем. Так, вот здесь смотрю по структуре, по фактуре появились маленькие хлопья такие молочные. Ну, их много здесь. Они не сильно чувствуются. Если пакет хорошо взболтать, я думаю, что их будет совсем мало. Но они здесь есть. Здесь все вот эти четыре варианта по фактуре однородные полностью. То есть, оно как кремообразная масса. Ничего лишнего нет. А здесь заметны вот такие вот маленькие точечки. Как бы такие кефирные. Ну, Косуца Мя такая она. Тоже кисленькая. Есть небольшая сливочность, но она вот на уровне вот где-то лактиса, жилка, сана. Мне она пока не очень нравится. Дальше у нас президент сметана. Десяти процентная жирность здесь также. Здесь уже идет 450 грамм в этой пачке. И стоит она 13,70. За килограмм получается 30 лей, 44 бани. По составу здесь сливки из коровьего молока, нормализованные и пастеризованные. И также бактерии. Все. Открываем, пробуем. Я уже в пачке чувствую, что она очень жидкая. Она также идет с небольшими такими гранулами. Очень-очень маленькими. Как и Косуца Мя. Пробуем. Эти белые вкрапления во рту практически не чувствуются. Они не напрягают. Сметана также кисленькая. И по вкусу сливочности примерно вот на уровне вот этих сметан. Но вот я еще попробовал. Все-таки сливочность у нее немножко... Ну, вот кислота и сливочность на одном уровне. Вот примерно как у Сана и как у вот этого Милк Марка. Дальше линелловская сметана О. Предсмик. Здесь также 450 грамм. И производят ее Лактис. СА Лактис. Да, адрес совпадает. То есть сейчас ради интереса даже попробуем, будет ли она похожа на эту. По составу здесь сливки и лактокультуры для создания сметаны. И это у меня 15%. То есть эту я не нашел. Я был в двух линеллах и не нашел 10%. Но в обеих было 15%. Стоит она 14,90. Ну, потому что 15%. И, соответственно, за килограмм 30 релей и 11 бань. Открываем, пробуем. Она, кстати, густая. Она гуще, чем вот все остальные. Но видно, что она прям вот вся в гранулах. Самые крупные и самое большое количество вот этих вот маленьких круглых гранул творожных таких здесь находится. Пробуем. Ну, блин, да, это 15%. Тут, конечно, нечего сравнивать. И она, на самом деле, самая вкусная из всех. К какому выводу я пришел? То, что 10% сметана, она вся кислит. Вот это самый главный вывод, то, что я понял сегодня. А вот 15% вот, грубо говоря, от линеллы, от лактиса, да, она вот прям уже сливочность прям на максимуме, а кислинка вообще там ее практически уже нет. Мне вот это больше всего нравится. Но в любом случае, сейчас я еще раз все попробую и определюсь, какая мне сметана больше всего нравится из 10%. Ну, что ж, друзья, я перепробовал еще раз все и подвел итоги. И могу сказать, что на первом месте у меня Милк Марк. Она самая такая оптимальная по кислоте и по сливочности. Потом на втором месте Сана Камрадская. То есть у нее тоже хорошая сливочность и кислинка тоже на нормальном уровне. Вот эти две сметаны такие по моему вкусу самые оптимальные. Потом дальше более кислые уже идут Косуца Мя и Президент. В Президенте прямо вот когда его пробуешь, чувствуются вот эти все-таки маленькие гранулы. То есть первое, второе, третье, четвертое. На пятом месте ЖЛК. По вкусу она кислая. Есть сливочность, но зная ее состав, конечно, и она самая дешевая. Я ее редко стараюсь брать или совсем не брать. И Лактис, вот эта сметана. Она вроде неплохая, но она самая кислая из всех вот этих, вот что я пробовал. Она на шестом месте получается. Но все-таки больше всего мне понравилась вот эта 15%. Она вообще практически без кислинки. Она гуще, у нее яркий сливочный вкус. И производитель, кстати, Лактис. Но несправедливо, чтобы она участвовала у нас в рейтинге. А из вот этих 10% я вам рассказал, что мне больше всего понравилось. Вот такой вот сегодня обзор сравнения. Я думаю, будет интересно вам, полезно. Сметанку любят все, а хорошую тем более. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. Делитесь этим видео со своими друзьями. Всем приятного аппетита. Покупайте проверенную еду. Пока-пока. Покупайте проверенную еду.